Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы с вами находимся на сайте научно-практического центра АКМЭ, лаборатория психофизиологического обеспечения. И люди многие задают вопросы, которые в общем-то были уже неоднократно мною освещены в различного рода видео. Их очень много. Я сейчас нажму на ссылочку, которая находится на нашем сайте канал на YouTube. И мы с вами окажемся собственно на этом канале. Вот он у меня открыт. И хотел бы я начать с самого начала. Около более чем 2 года назад мы начали записывать свои первые видео. Сейчас их что-то около 200 и около 400 подписчиков на нашем канале. В ближайшее время всех подписчиков нашего канала ожидает сюрприз. Подарок от лаборатории психофизиологического обеспечения. Но это как бы маленький анонс на будущее. В одном из следующих видео я поясню, что это такое. И давайте начнем с самого начала. С об ово, с яйца, с корня, как угодно можно говорить об этом. Первое видео более 2 лет назад о лаборатории психофизиологического обеспечения. С этого момента у нас начался этап продвижения нашей продукции, нашей философии, нашей методологии, нашей практики. Не зря в заголовке нашего сайта научно-практический центр. Научно-практический центр АКМЕ. Мы обладаем философией. Мы имеем теорию. Соответственно, эта теория подкреплена методологией. И в самом тесном сотрудничестве с этим идет практика. Мы не говорим ничего и не пишем ничего, что не было бы рождено практикой. Соответственно, мы идем не сверху, а снизу. Мы получаем результаты, работаем над практическими задачами, которые стоят перед нашей лабораторией. Формируем какую-то научную концепцию, научное знание в итоге, как таковое. Может быть, даже неправильное название в некотором смысле. Наверное, надо было сначала поставить в начале слово «практика», а потом уже «наука». Мы идем не от теории, как таковой. Теории очень много, она разнообразна, интересна. И в большинстве своем, как показывает опять же практика, нежизненно. Надо сначала заняться и понять, что такое на практике психология, психофизиология и все с ней связанное. А уже потом формировать какие-то научные концепции. К сожалению, в нашей реальности, в нашей науке это не всегда правило соблюдается. От практики к науке идет лаборатория. Ну и, соответственно, первое видео я возвращаюсь на наш канал, канал нашей лаборатории. Соответственно, я здесь рассказываю в первом видео о лаборатории. Как мы создавались, чем руководствовались, какими методиками пользовались, какие этапы в своем становлении прошли и так далее. Далее, следующее видео. Я собираюсь в этом видео пробежаться, кратко рассказать буквально о всех тех видео, которые находятся на нашем канале. Поэтому, прошу меня простить, если видео будет чрезмерно большим. Но, если кому-то неинтересно, можно проматывать дальше. Или же, соответственно, просто отключить видео, просмотр этого видео. Или же продолжить его с какого-то другого места. Видео будет достаточно объемным. О лаборатории и, соответственно, чем мы руководствуемся в своей работе. Это основной документ нашей лаборатории. Это психологические противопоказания. Можно запустить это видео, поставить на паузу, почитать те документы, которые я показываю в этом видео. Мы четко свою работу строим на основании, диагностическую работу, на основании определенных противопоказаний. Четко замеряем человека, его особенности, характеристики. У нас все в цифрах, очень точно. Никакой, как это правильно сказать, никакого гадания на картах и так далее. В этом втором видео идет речь об этом. Далее, идет несколько практических моментов. Ну, в частности, в качестве тренировки, мною тогда, два года назад, был снят цикл видео по тесту, краткий отборочный тест. Это один из работоспособных и рабочих тестов, которые мы используем в своей работе. Он направлен на оценку так называемых интеллектуальных особенностей человека. Наряду с тестами Векслера, Равена, мы используем в своей работе тест-код. Буквально, вот эти тесты, которые я сейчас перечислил, они являются единственными тестами, которые можно использовать в этом направлении. Но об этом еще дальше. Итак, тест-код, первая часть, речь идет об инструкции, стимульный материал, бланк ответов теста-код, ключ теста-код, все о нем. Пятая часть, интерпретация данного теста, база данных, это определяющий момент работы любого психолога. В любом случае, Excel наша самая важная программа. Мы собираем базу данных для того, чтобы в дальнейшем провести какие-то статистические расчеты и в конечном итоге получить из практики, получить какое-то новое научное знание. И этот принцип не только в этом тесте мы применяем, то есть от практики к теории, но и во всех остальных. Мы получаем цифры, мы их обрабатываем, анализируем и статистически рассчитываем и, соответственно, выдаем какое-то новое знание. Только так можно работать. Далее, седьмая часть этого цикла, это приобретение методики код. Мы предлагаем массу методик. Я потом в дальнейшем о них подробнее остановлюсь. Но основной момент это приобретение. То есть, когда мы предлагаем патопсихологические методики, качественные, стандартизированные методики, бланковые, MMPI, KTEL и так далее на бланках. И, соответственно, предлагаем автоматизированные методики, то есть компьютеризированные варианты, которые возможно компьютеризировать в том или ином варианте. Ну, тоже выше я об этом еще поговорю. Далее, то, о чем я говорил, следующая часть, следующий, как бы, подраздел нашего видео, это тест УСК. Одна из количественных бланковых методик. Он у нас есть и в бланковом варианте, то есть на бумажках люди отвечают на вопросы теста. И он у нас есть в автоматизированном варианте, то есть автоматизированная методика УСК. Тоже я немного в дальнейшем говорил об этой методике. Ну, вот здесь вот было первое видео, посвященное этому тесту. Также речь идет о стимульном материале УСК, бланке ответов, ключе теста УСК, нормативах теста УСК. И это самое главное. Мы подходим к следующему моменту. По каждой методике, которая, возможно, имеет какие-то цифровые значения, ну, как-то ММПИ, КТ, УСК и так далее. Мы, обработав результаты в базе данных, рассчитываем так называемые нормативы. То есть мы четко понимаем в дальнейшем при практической, опять же, работы, то есть уже научное знание, методология дает нам понимание, как нам дальше работать в плане конкретной деятельности, в плане конкретной практики. Мы получаем нормативы для тех или иных лиц, для женщин, мужчин разных возрастов. И уже в дальнейшей работе более точно, более взвешенно можем себе позволить оценивать конкретных людей, которые вот следующие приходят к нам. Вот такая вот практическая, как бы от науки к практике. Вот такой вот подход от практики к науке и обратно. Некий цикл, замкнутая такая вещь. Тест УСК, база данных, опять же, да, то есть я повторюсь, мы собираем базу данных обязательно по каждой методике. Интерпретация. Мы очень трогательно относимся к теории, которая была заложена в те или иные методики. У нас на сайте лаборатории находится большой раздел библиотеки и в том числе у нас очень много интерпретаций. Буквально по каждой методике мы стараемся собирать все более-менее значимое. И, соответственно, люди получают, приобретая у нас эти методики, они получают не только инструмент для своей конкретной работы, но и теоретическое знание, подход к той или иной методике, будь то патопсихологической, бланковой или автоматизированной. Далее, восьмая часть этого цикла по тесту УСК, это исследование, то есть здесь опять приведены наши полученные данные. В этом видео я об этом, собственно, рассказываю. Тест УСК, девятая часть видео, это категория должностей, то есть здесь рассказывается о том, как мы оцениваем те или иные должностные категории разных категорий должностных лиц, рабочие, ИТР, руководители и так далее. Далее, на каком видео можно еще остановиться? Это видео посвящено библиотеке лаборатории. На данный момент в лаборатории более 2000 книг, там несколько разделов существуют в этой библиотеке, там и словари, и программные средства для работы с литературой и так далее. Но более 2000 книг по психологии, медицинской психологии, медицине, психиатрии, наркологии и так далее. Отдельный раздел нашего сайта, он этому посвящен. В частности, в разделе номер 6 находится, собственно, наша библиотека. Это я сейчас нахожусь вот в нашей библиотеке. То, о чем я говорил, более 2000 книг, различные издания, которые мы рекомендуем к прочтению в обязательном порядке. Библиотека по нейропсихологии, по психиатрии, периодические издания и различные программы и словари для, так скажем, нетривиальной работы психолога, медицинского психолога, психофизиолога, психиатра, нарколога и так далее. Психолога, работающего в области промышленной психологии и так далее. Здесь библиотека, она абсолютно бесплатна. То есть, вы можете зайти и свободно скачать любой материал, представленный в этом разделе. Но давайте вернемся на канал. На чем мы остановились? Остановились мы на библиотеке. И далее у нас пошел рассказ. Видео посвящено патопсихологии. Это то, без чего не может работать ни один психолог, медицинский будь то психолог. Вообще, любая психологическая работа, это твердое мое убеждение, как равные убеждения моих коллег. Таким образом, работа психолога должна начинаться с диагностики. Все очень хорошо, можно разводить руками, проводить различного рода психокоррекционные, реабилитационные мероприятия. Но прежде чем пытаться что-то сделать для человека, пытаться под эгидой помощи этому человеку, что-то изменить в его судьбе, в его личности и так далее, необходимо его продиагностировать. Хорошо полагаться на свою какую-то интуицию, эмпатию и так далее. Сразу видеть человеку, говорить, что я все понимаю о нем, это здорово. Но подчас и не подчас, а в 100% случаях от психолога очень многое скрыто. И соответственно, любую работу психологическую, без исключений, необходимо начинать с диагностики. Это мое твердое, твердое, твердое убеждение. И соответственно, основной ядерной такой, да, диагностикой любого психолога, без исключения, должна стать именно диагностика патопсихологическая. У нас на сайте существует, давайте я перейду опять на сайт. У нас на сайте существует раздел «Продукция». Это, собственно, наш основной раздел под цифрой 4. Здесь приведены все бланковые методики, качественные имеется в виду патопсихологические, количественные, детские патопсихологические методики, автоматизированные методики, аппаратно-программные комплексы. И мы еще оказываем услуги, о них я поговорю в дальнейшем. Здесь у нас методики количественные, ММПИ, УСК и так далее. Здесь патопсихологические. Вот без этого работать ни один психолог не может. Давайте мы зайдем в этот раздел. Раздел, собственно, посвящен качественным методикам. Качественные здесь вот подписаны патопсихологические методики, варианты для взрослых. Их всего 32. Немного. Больше их нет. Здесь собраны буквально все методики, которыми психолог может работать. Не меньше и не больше. Вот если кто-то мне скажет, что есть еще какие-то методики, возможно, они, конечно, существуют, да, но я о них не знаю. То, что мы работаем на протяжении 13 лет своей работы, это патопсихологические методики. В обязательном порядке мы их используем, будь то при какой-то медико-психологической деятельности, изучении человека в рамках психиатрии, наркологии, так называемых экспериментально-психологических исследований. Или же, соответственно, в рамках мониторинга. В понятии мониторинг я подразумеваю быструю скрининг, диагностику с помощью автоматизированных методик. Я об этом тоже еще буду говорить. И обязательно, как говорится, мы добиваем человека вот этими методиками. Или же в некоторых случаях наоборот. Мы начинаем с них работать этими методиками, а в дальнейшем подключаем какие-то автоматизированные методики. ММПИ, КТЛ и так далее и тому подобные вещи. Соответственно, немножко отступил я от темы, но давайте вернемся на канал ЛПФО. Патопсихология это ядро работы любого психолога. Без этого невозможно ни одна патопсихологическая, медицинская, психофизиологическая работа. В любой лаборатории, в любой организации. Если есть психолог, он занимается диагностикой. А потом, исходя из своих знаний, умений, навыков, теории и практики, медицинской психологии или просто психологии, он уже может заниматься какими-то психокоррекционными, реабилитационными вещами. Если нет диагностики, патопсихологической, количественной, качественной психодиагностики, вся остальная работа, она или некачественная, или вообще в принципе теряет всякий смысл. Без этого начинать работать нельзя. И только потом идет психокоррекция, психотерапия, реабилитационно-оздоровительные, психокоррекционные мероприятия. Вот о чем, собственно, я хотел бы сказать. Идем далее. Методология, качество мышления. Вот на этот документ, который опять же размещен у нас в разделе информация, вот здесь вот есть раздел под номером 4, приведены ряд наших статей. Они посвящены самым разным направлениям психологической работы, как нас, так и наших коллег из других лабораторий, из каких-то других интересных организаций и так далее. Вот здесь вот есть документ, который называется мышление. Вот он. Его можно свободно скачать. У нас вообще на сайте очень много можно спокойно и свободно, бесплатно абсолютно скачать. И вот этот документ называется качественная оценка мышления как процесса. Тут еще есть документы, посвященные мышлению и так далее. Вот, собственно, этот документ является основополагающим в работе лаборатории, я в нем, о нем в своем видео рассказываю, основополагающим документом по работе лаборатории в оценке мыслительной деятельности человека. Человек это набор психических функций, ощущения, низшие психические функции, восприятие, также низшая психическая функция, затем идут высшие психические функции, это внимание, память, мышление и, соответственно, это все как связующее, как цементирующий раствор объединено речью и так далее. Интеллект, понятие несколько избитое, и я бы даже сказал устаревшее в некотором смысле, и мы в своей работе предпочитаем использовать определение качества мышления. Прошу вас обратить большое внимание на этот документ, он такой рожденный в огне, рожденный в практике, и некое, его вот этот листочек, о котором я говорю в этом видео, и который можно скачать на нашем сайте, он есть все по мышлению, по качеству мышления, он у нас как некая икона в красном углу нашей лаборатории висит и находится. И я о нем говорю в этом видео. Далее еще идет пояснение методологии, еще раз о качестве мышления, часть 2. Тут более развернутая речь идет о нозологиях, применительно к мышлению, к мыслительной деятельности человека, различного рода нозология, будь то какие-то расстройства большой психиатрии, будь то шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, будь то какие-то нарушения в качестве болезни Пика, Альцгеймера, какой-либо органики, олигофрении, нарушение мышления при расстройствах социальной адаптации, речь идет понятно о психопатах, и соответственно при других нозологиях, при других заболеваниях. Уточняющий документ, уточняющее видео по этому поводу. Далее, речь идет о том, что я люблю, ценю, без чего, как я уже говорил, не обходится ни одна диагностическая работа любого психолога. Как минимум, психолог является психологом, если он знает, что такое исключение предметов, и знает, что такое классификация. Давайте перейдем в продукцию ЛПФО, перейдем в качественные методики, еще раз их откроем. Представленные методики таблицы Шульте, красно-черная таблица Горбова, корректурная проба Бурдона, кольца Ландольта, счет по крепилену, отчитывание, все это посвящено концентрации внимания, ее распределению и так далее. Это по вниманию. Далее идет патопсихологическая диагностика памяти, это две ведущих методики запоминания 10 слов, 12 предметов, замечательнейшая методика в основном используется для олигофренов, эпи, органиков, воспроизведения рассказов, при утрате их какой-то последовательности в качестве мышления, и опосредованное запоминание по Леонтьеву. Без каких-либо сомнений, одна из ведущих методик по памяти, и она иногда подменяет у нас методику пиктограммы, так называемую опосредованную память, то есть вот если это направлено на механическую непосредственную память, две основных методики, то здесь речь идет об опосредованной памяти, логика смысловой, если угодно. И иногда, в некоторых случаях, мы заменяем пиктограммы, заменяем на методику опосредованное запоминание по Леонтьеву. И, соответственно, то, о чем я говорил в предыдущих словах, психолог является психологом, если он знает исключение предметов по заигарник, и классификацию предметов. Я не хочу сказать, что все остальное вторично, оно крайне важно. Каждая методика используется нами, буквально на протяжении всех этих 13 лет, с учетом особенностей конкретного человека, конкретного пациента. Иногда мы можем дать не исключение предметов, а простые аналогии, или ассоциативный эксперимент. Мы даем все эти методики, и они не очень много времени занимают, они очень интересны, и они дают основную диагностическую информацию по человеку. Без них работать невозможно. Соответственно, видео, посвященное методики исключения предметов. Это одна из наших икон в разряде вот этих скольки, 32 методик качественных, патопсихологических. Соответственно, далее идет видео о запоминании 10 слов о памяти, об непосредственной механической памяти, объеме этой памяти и так далее. Затем патопсихология 12 предметов и так далее. То есть, речь пошла в этих видео о непосредственной практике, о непосредственных инструментах любого психолога, будь то клинического, будь то психофизиолога на предприятии, неважно, каком атомном, авиационном, транспортном и так далее. Но тут общая презентация об АСЛПФО. Тут показана в PowerPoint созданная презентация, в которой рассказывается о том, чем мы занимаемся, что мы имеем и что мы предлагаем. Вот если вкратце. Далее, если посмотреть на продукцию лаборатории, мы имеем количественные методики. Количественные методики, их немного, 25. Вот надо вам сказать, что подобно тому, как у нас есть четко определенные 32 патопсихологических методики, ничего другого больше использовать просто нельзя, потому что все остальное от лукавого, и видео об этом есть, и я сейчас буду об этом говорить, равно так же четко мы понимаем и представляем, как 32 патопсихологических методики мы представляем количественные методики. То, чем может пользоваться психолог, находится на этой странице. Всем остальным нельзя пользоваться. Есть, конечно, еще можно... Нет, надо сказать, что здесь находятся наши основные методики, и, пожалуй, здесь можно добавить еще 5-7, ну максимум 10 каких-то еще количественных методик жизни стоит на месте, но мы предпочитаем пользоваться... Появляются новые методики, но мы предпочитаем пользоваться проверенным, доказавшим свою практическую значимость, инструментарием. И вот здесь вот находятся, опять же, ядерные методики, чем психолог может и должен пользоваться. Это методики, посвященные диагностике интеллекта, Векслер в качестве медицин, медико-психологической диагностики, Равен, который с успехом в нашей лаборатории заменяет тест Векслера и получаем мы такие же результаты, как по Векслеру, только гораздо быстрее. Здесь обследование длится 20 минут, здесь час 20, час полтора часа. И краткий отборочный тест. Все. Уважаемые коллеги, не надо ничего придумать. В нашей российской действительности только эти три методики могут быть использованы при диагностике интеллекта. Все остальное является некачественным, не адаптированным на российской популяции и так далее и тому подобные вещи. Только вот этим можно пользоваться. И они у нас на сайте представлены. Опять же, идет клинические медицинские пробы, депрессия, оценка депрессии Бека, ОДС Пожмурова, Торонская лекситимическая шкала, замечательно работающая и доказавшая на практике свою полезность. И другие методики, не буду сейчас их перечислять, обращу внимание только, пожалуй, опять же, на ядерные методики из всего этого. Это ОНП, НПУ, уровень нервной невротизации, психопатизации, уровень нервно-психической устойчивости. Спилбергер-Ханин, обязательно, обязательно. Прекрасно работающая методика, где же она у нас? ОСК и король тестов опросников, так скажем, опросник MMPI в варианте MIL. Самые точные инструкции, самый точный стимульный материал, самые точные ключи, самые точные интерпретации, их там 5 или 6. скачивая, приобретая у нас эту методику, бланковую версию, вы все это получаете со стопроцентной гарантией, что вы обладаете методикой MMPI. Это король методик, без него не обходится ни одна серьезная диагностика, и мы ее, эту методику, предлагаем. Кроме того, методика Кателла, Раймонда Кателла, 16-факторный личностный опросник, используется везде и всегда, но, я уже говорил в одном из своих видео тоже, значит, вообще-то в этой методике, если честно говорить, работают 3 шкалы, все остальное на российской популяции не работает. Некоторые авторы и при определенном обсуждении этих вопросов, я может быть соглашусь, что работает еще одна шкала, итого 4 получается. Если MMPI адаптации Березина на 377 утверждений и только он не сопчиковский, не мини-мульт, мини-мульт это не диагностика, это профанация диагностики на 71 вопрос, а он работает безусловно в любых ситуациях, то Кателл надо понимать, знающие психологи знают, что работает 3, ну или, будем, давайте говорить, хорошо, о 4 шкалах этого опросника. Приобретая этот опросник, опять же, вы получаете 100% уверенность и гарантию в том, что у вас самая точная инструкция, у вас самый точный стимульный материал, ни одной ошибки в запятых, опечатках, у вас самый точный ключ к этой методике, правильный ключ, и интерпретации в полном объеме, причем мы также работаем над интерпретациями, у нас есть свои интерпретации, мы пишем и создаем науку, мы выпускаем сборники этих методик, где все это излагаем. Так, ММПИ, про количество сказал, что только этот вариант может быть применен к российской популяции, не сопчиковский, не минимульт, а только этот. Давайте вернемся к видео. Итак, речь идет об ММПИ, нашей основной методике, которая используется как в клинике медико-психологической, в психиатрической, наркологической, так и при скрининговой, мониторинговой диагностике на предприятии. Обязательно среднесрочный прогноз, можно эту фразу взять в кавычки, среднесрочный прогноз, он подразумевает на год, подразумевает обязательно раз в год обследование по методике ММПИ. Вполне допускаю мысль о том, что в дальнейшем мы будем использовать ММПИ-2. Далее. Опять же, ММПИ это целый цикл. Часть первая ММПИ, часть вторая. Речь идет в этом видео о стимульном материале, о бланке ответов, бланк ответов, о нормативах этой методики, которые мы разработали в своей лаборатории и строго их придерживаемся. попадает человек в среднюю зону, то есть, есть нижняя граница нормы, есть верхняя граница нормы, если человек попадает в эту границу нормы, то, значит, он по ММПИ более-менее адекватен, здоров. Ну, так нельзя говорить, если быть точным. Но, одним словом, это не 10, не 15, не 20 исследований. У нас ежегодно в лаборатории, в начале ее работы, на протяжении около 5-6 лет, мы обследовали около тысячи человек в год. Ну, может быть, чуть менее тысячи. Там, 900 с копейками или там, 890, вот так вот. На протяжении 5-7 лет мы обследовали огромный контингент людей, собирали, соответственно, базы данных по каждой методике и на основании этих баз данных экселевских мы рассчитали отклонения, среднеквадратичное отклонение и получили нижнюю границу нормы, верхнюю границу нормы для российской популяции и, соответственно, увидели саму норму по этой методике. Это уникальное знание при приобретении этой методики у нас вы получаете эти таблицы и, соответственно, можете легко и точно оценивать человека. Если возникает какая-то проблема и вопрос у руководства или ЧП какое-то на вашем предприятии, я сейчас говорю о промышленной психофизиологии, вы тыкаете пальцем, уважаемые коллеги, вот я прямо повторюсь, мне это очень нравится, тыкаете пальцем в нормы конкретные цифры и говорите руководителю, уважаемый Иван Иванович, вот этот человек, работник нашего предприятия, не укладывается в границе нормы и расчеты эти сделаны на основании более 6-7 тысяч обследований, это для российской популяции, то, о чем я сейчас говорю нормативы. Соответственно, работа, настоящая работа психолога, она очень точна. Психиатры любят говорить о том, что психиатрия очень точная наука, у них основной метод наблюдения, а у психологов основной метод это метод эксперимента. Так вот, господа, наша наука, она более точная, чем психиатрия, потому что она несет в основе свои знания о цифрах, о значениях тех или иных показателей. Мы оцифровываем личность, мы оцифровываем психические функции, будь то внимание, память, мышление и так далее, мы оцифровываем темперамент, характер, личность и вообще состояние в социуме человека. И это все позволяет делать наш инструментарий. Этот как методика ММПИ с ее нормативами, как наиболее яркий пример того, как должны работать медицинские психологи. Или вообще психологи на предприятии, где-то в организации и так далее. Далее, пятое видео, оно такое проходное, речь идет о Т-нормах, вы его нигде не найдете, эти Т-нормы в интернете, только у нас найдете точно Т-нормы. Рассказываю в части 6 о шкале коррекции методики ММПИ, как ее обрабатывать и что она рассчитывает. Это достаточно интересная и сразу непонятная для многих психологов шкала, какое влияние она оказывает на основные шкалы, показатели методики ММПИ, как она это все делает. Эта шкала вносит существенные изменения. Благо, у нас сейчас 21 век, у нас есть компьютеры и методика ММПИ у нас автоматизирована, то есть это компьютерная программа, абсолютно точная и верная, проверенная не одну сотню раз, может быть более тысячи раз проверенная программа, то есть компьютерная программа ММПО, она все это делает автоматически. Вот просто устанешь подсчитывать эти все результаты по шкалам, с учетом шкалы коррекции и так далее, и так далее, и так далее. Компьютерная программа делает это на раз. Причем можно у нас пройти обследование как бы в диалоге с компьютером, то есть человек испытуемый садится перед компьютером и отвечает на вопросы, мы получаем результаты. Можно у нас есть версия программы, когда специалист дает в каких-то случаях это невозможно использовать компьютер, дает испытуемому бланк, испытуемый заполняет этот бланк, а затем психолог вручную вносит эти результаты в программу, нашу программу по ММПИ и получает те же самые результаты. Давайте я вам покажу о чем я говорю. Вот автоматизированная методика, опять же наши автоматизированные методики, это ядро, это те клинические функциональные пробы, тесты, методики, которые любой психолог, будь то медицинский, будь то промышленный психолог, будь то авиационный психолог, работающий в авиационной отрасли, будь то психолог, работающий в оценке железнодорожников, атомщиков, кого угодно, может и должен использовать в своей работе. Можно добавить еще, ну может быть 5, 7, максимум 10 методик, но вот это уже будет излишне. Вот это немало и немного, это норма, норма, условное понятие, вот кто-то когда-то собрался, врачи, психиатры собрались, условно говоря, и сказали, вот это норма, а вот это шизофрения, она условна, она абстрактна, и вот эти методики не больше и не меньше это ядро нашей работы. Это Миннесотский многоаспектный личностный опросник ММПИ, то о чем я говорил, да, причем две версии, одна версия работает в диалоге с компьютером испытуемого, а вторая версия просто вручную забиваются результаты и автоматически методика рассчитывает самые точные результаты, которые возможны, исходя из методики ММПИ, адаптированной уважаемым Березиным, Далее методика Котелла, я уже говорил о том, что это только 4 шкалы рабочих, методика УСК без сомнений абсолютно рабочая методика абсолютно прогностичная, прогрессивная матрица Равена в качестве быстрой скрининговой оценки сопоставимой с методикой Векслера, которая требуется врачам-психиатрам, у них в МКБ-10 написано, что там оценка умственной отсталости должна проводиться по тесту Векслера, боритесь с этим, уважаемые коллеги, можно работать Векслером и нужно работать Векслером, но Векслер по времени занимает полтора часа у хорошего психолога, час двадцать, час тридцать, Равен делает то же самое с учетом специальной таблицы перерасчетов результатов, он делает то же самое, что Векслер, с той же точностью, но занимает обследование 15-20 минут. Далее, ни в коем случае нельзя исключать критику, хотя методикой называется самооценка, и у меня есть по этой методике отдельное видео, в любом случае критика у больного человека в любой форме при любой нозологии, она в той или иной мере страдает, без Рубинштейна, без критики, как основы, как фундамента психического здоровья человека, работать нельзя, без оценки этой самой критики. Далее, таблица Шульте, внимание, концентрация, внимание, органика, органика, простая зрительно-моторная реакция, уникальная методика, мы живем в 21 веке, и вот то, о чем я показывал, это я закрою, то, о чем я показывал, это количественные методики, вот они, качественные методики, качественные методики, оценки, концентрации, внимания, ее устойчивости и переключения, Шульте и так далее, вот их всего шесть, больше ничего нет в этой жизни и меньше использовать нельзя, соответственно, это классика, без которой нельзя работать, а вот это автоматизированная методика, Шульте, простая, вот это простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, это 21 век, это следующий шаг после методики, Шульте и всех остальных, Горбова, Бурдона, Ландольта, Крепелина и так далее, если бы Горбов, Бурдон, Ландольт, Крепелин имели в своем распоряжении компьютер, и они бы увидели то, где это у нас, вот они, если бы они увидели то, как работает и какие результаты мы получаем с помощью ПЗМР, СЗМР и РДО, они бы перевернулись в гробу, это следующий шаг в развитии психологических технологий, это тоже самое оценка концентрации внимания, ее переключений, работоспособности и так далее, это более точные компьютеризированные методики, которые идут на смену, или вернее, идут наравне, а сейчас, наверное, и опережают наши классические качественные методики, которые мы применяли в своей работе до этого. И так далее, простая, сложная и реакция на движущийся объект. Далее, несомненно, при различных расстройствах невротического характера, каких-то психопатологических нарушений, да, то есть, социальной дезадаптации, наркологии, алкоголизма и так далее, наряду с Миннесотским многоаспектным личностным опросником идут две методики, это методика УНП и методика НПУ, наоборот, вернее, уровень нервно-психической устойчивости и уровень невротизации и психопатизации. Работать психолог без этих двух методик не может, он не может работать без ММПА и КТЛа, качественной оценки функционального состояния человека, вот эти три методики полностью закрывают эту проблему, и, соответственно, он не может работать без уточняющих методик, идущих наравне с ММПА, это НПУ и УНП. Краткий анамнез, тоже у меня есть отдельное видео по этому поводу, речь идет о том, что можно собрать мало информации о человеке, можно собрать много информации о человеке, а можно собрать достаточное, нормальное количество информации о человеке, и вот эта автоматизированная методика экспресс-оценка, она позволяет нам это делать очень быстро, с высокой степенью эффективности. Естественно, если рассматривать все эти методики как некие составляющие, кирпичики работы, диагностической работы психолога, то вот автоматизированная система АСЛПФО, это, как здесь написано, оболочка, она объединяет это все в единое целое, это упрощает и ускоряет работу психолога в разы. Проведение ММПА и бланковое, это час 20, час 30 работы психолога, а потом еще интерпретация и составление экспериментально-психологического заключения. Это два часа работы. Здесь мы проводим обследование автоматизировано. Ну, в общем, в общей сложности скажу так, вот, чтобы провести полный объем, полный курс, надо около 5-6 часов. И это правильно, и это надо проводить обязательно при мониторинге, при скрининге. Но благо, компьютер позволяет теперь это делать, прошу прощения, за 2,5-3 часа проведение диагностической процедуры, она занимает 2,5-3 максимум часа. Соответственно, это позволяет делать автоматизированная оболочка АСЛПФО. Эти методики, как кирпичики, встраиваются в нее. Она цемент, раствор, который объединяет их всех вместе в одно единое целое. Один раз настроили, как мы 10-15 лет работаете, ни о чем не задумываясь. Все очень просто, все отработано, как автомат Калашникова. Ломаться в наших программных продуктах ничему. Автомат Калашникова вылез из болота, воду вылил, продолжаешь стрелять. Выстрелил, забыл, выстрелил, забыл, выстрелил, забыл. Провел обследование, составил заключение с помощью АЗ, АЗ-спектр, дальше я об этом буду говорить, и выполнена работа на высоком профессиональном уровне, качественно. Ну, можно, соответственно, в кавычках говоря, попинать еще раз испытуемого патопсихологическими методиками, то есть качественными методиками имеется в виду уточнить какие-то особенности его психических функций, его характеристик в плане темперамента, характера и личности. Это можно этими методиками тоже делать, эмоциональную сторону оценить. Вот это ядро, не больше или не меньше, тест из журнала Кюл-Гелл, какой вы любовник, или как вы чувствуете себя в постели, он неприменим с профессиональной точки зрения. Соответственно, провели обследование с помощью этих методик, включенных в автоматизированную оболочку АСЛПФО и составили уникально, мы получили на это патент, мы создали автоматизированное заключение спектр. Ни одна самая умная компьютерная программа не может выдать качественного и правильного заключения по человеку. Это инструмент, тупой инструмент, это психологические отвертки, топоры, молотки и так далее. Мы используем инструмент только в умелых руках он может выдать какие-то результаты. Только в умелых руках топор, с помощью топора можно побриться, построить дом, срубить баню, как угодно можно это назвать. А вот это все обобщает то, что получается по этим методикам. Соответственно, мы провели обследование, получили результаты по каждой методике, и не только по автоматизированной, но и по качественной методике мы получили результаты. И это все учитывает автоматизированное заключение спектр. Психолог садится и формирует очень быстро, то есть, если говорить о практике медицинских психологов в клинике, составление качественного заключения в плане экспериментально-психологических исследований, оно составляет порядка 40-50 минут часа. Если речь идет о каких-то судебных вещах, это может быть и 2, и 3, и 4 часа работы написания такого заключения, а вот здесь буквально за 5-7 минут в плане мониторинга и работы медицинского психолога, будь то на предприятии, будь то в психиатрической клинике и так далее, оно занимает, реально занимает максимум до 10 минут. Представляете, или мы пишем заключение по методикам бланковым и методикам качественным порядка 40-50 успешный грамотный психолог, набивший руку 40-50 минут пишет такое заключение экспериментально психологическое, то здесь это занимает буквально 5-7 максимум 10 минут. Это некое обобщение. Это уникальная вещь, то есть она позволяет четко унифицировать работу медицинского психолога в клинике, на предприятии как угодно. вот если вкратце об этом. Пойдемте дальше. Большое видео получится, но не страшно, не будет интересно, мотайте дальше, или же отключайтесь, если не интересно. Графика теста. Я смеюсь над старыми бланками в этом видео и говорю о том, что у нас сейчас все компьютеризировано, красиво и все как положено. Никаких сканов, непонятных каких-то бланков и так далее. Показываю результаты конкретного исследования по MMPI, рассказываю о литературе и интерпретации этой методики, то что мы предлагаем в архиве с этой методикой, будь то бланковая методика, будь то автоматизированная методика, там у нас 5 или 6 или 7 интерпретаций, их можно спокойно использовать в своей работе. Собрано самое важное, самое нужное по методике MMPI, как равно это сделано и по другим методикам, не только в MMPI у нас есть интерпретация, но и по всем остальным методикам, которые мы предлагаем, обязательно в каждой есть интерпретации и понимание этого инструмента, этой методики. Рассказываю, как можно приобрести эту методику и показываю заключение по результатам PFO, наше стандартное заключение с использованием наших обычных бланков, без использования The Spectre. Далее, показываю наш бланк индивидуальной психологической беседы. Отработан этот бланк на протяжении многих-многих лет, мы его модифицировали и пришли к некому унифицированному стандартному образцу беседы, будь то в клинике он может быть применен, будь то на предприятии авиа, ЖД, атомном и так далее, в такой лаборатории или в какой-либо другой. Далее, опять же, мы работали с спортсменами и разработали некий методологический подход в работе со спортсменами в рамках спортивной психофизиологии. Кому интересно, можете посмотреть. Далее идет рассказ о нозологиях, скорее, наверное, всего надо сказать. Речь идет о методике депрессия Бека, депрессия по Жмурову и Торонская лекситимическая шкала. Три методики, идущие вместе, неразрывно друг с другом и очень хорошо оценивают эмоционально-волевые нарушения людей. Опять же, будь то в клинике, медицинской клинике, медицинским психологам и мы используем их очень успешно с большой степенью продуктивности в мониторинге персонала предприятий атомной отрасли. Далее, рассказ в этом видео об алекситимии и методике патопсихологической, которая называется «Описание сюжетных картин». Абсолютно рабочая, абсолютно прогностичная методика, без которой не обходится ни одно качественное профессиональное обследование человека с эмоциональным нарушением. При шизофрении вообще первая методика после ММПИ. Далее, программа у нас есть, диагностик, которая позволяет опять же, да, вот эти методики ТАСС, депрессия, пожмуровая и БЭКа автоматизировать. Методика программы называется «Диагностик» Д, депрессия и А, алекситимия. Опять же, речь идет о методике бланковой, методике занятия спортом, работает методика хорошо. Детский вариант методики исключения предметов. вообще, надо сказать, что у нас есть вот в продукции есть отдельный раздел детская патопсихологическая методика. Здесь представлено 26 методик. Вот, уважаемые коллеги, занимающиеся работой с детьми в дошкольных учреждениях, в школьных учреждениях, младших классах, первый, второй, третий класс, господа, вот этот раздел для вас. Понятно, что можно уже использовать в каких-то моментах и взрослые диагностические методики, как топатопсихологические, так и количественные, бланковые или автоматизированные. Но вот для дошкольников ничего придумывать не надо. Все за нас уже придумано. Здесь представлены все методики, которыми можно пользоваться. Всем остальным, я возьму на себя такую смелость сказать так, пользоваться нельзя. Вот, для детей диагностики дошкольной вот здесь все для вас есть. Не меньше и не больше. Тут есть все. Вернемся обратно на канал Наука. У нас есть свой методологический подход в оценке структуры личности. На основании этой методологии, этой теории мы создаем в нашей лаборатории уже не первый год, а, наверное, года четыре, наверное, мы создаем свой тест. Мы пытаемся оцифровать личность. Называться он будет пока рабочее название теста на уральский личностный тест. Это будет нечто уникальное. 96 свойств личности существует у человека, из них чуть менее 60 положительных, остальные отрицательные. У нас есть методология в этом видео, я об этом конкретно говорю и рассказываю. И на основании этой теории мы пытаемся оцифровать личность. Если вы знаете и помните, что такое индивидуальность человека. Вот если набрать на листочке в ворде индивидуальность, а под ними какие будут пункты. Первое, это темперамент, физиологическая характеристика человека, это характер, его психологическая характеристика, и это личность, его социальная характеристика, нравственные, моральные, этические нормы и представления этого человека. это формирует индивидуальность. Исходя вот из этой теории профессора Крупного, мы пытаемся создать огромный тест, в нем будет более 10 тысяч вопросов, ну понятно, что они не все сразу предъявляются, там есть определенные особенности этой методики, более 10 тысяч вопросов в этом тесте, и соответственно, мы пытаемся оцифровать 96 свойств личности человека, всего их 96, не больше и не меньше. Далее, ну тут речь идет о том, что стали мне задавать вопросы господа коллеги по поводу различных подходов в области психотерапии, психокоррекции и так далее, и так далее, и так далее. Появился цикл лекций, ну вот видео в частности, да, мой, не даже не мой, а подход моей лаборатории в оценке и помощи человеку больным людям, ну и собственно какой-то психокоррекционной работе в целом. Несколько частей, часть первая, часть вторая. Очень интересно, очень большие видео, в общем-то, да, вот эти два, и там я излагаю, на мой взгляд, единственно верный подход в оценке человека, как больного, психически здорового человека или больного человека, и соответственно, единственный верный подход, как продолжение нашей классической, даже не российской, не русской, а советской методологии в подходе к человеку, и она для меня единственно верная, да, как в анекдоте, да, правильной дорогой идете, товарищи, так вот, можно, конечно, изучать Пизишкиана, Фрейда, я не знаю, там, кого-то еще, много-много авторов, меня забиты целые полки этими книгами, но есть классический советский подход, заложенный нашими классиками Снежневским, Ганнушкиным, Лурия, Рубинштейн, Зайгарник и так далее, и этот подход в этих двух видео мною изложен, классический, на мой взгляд, единственный подход, ну, не единственный, но основной, так скажем, я не ретроград, и совсем не исключаю, конечно, каких-то новых изысканий, говорить о том, что, допустим, не работает та или иная методика, я не могу, это не позволяет мне профессиональная этика, но, говорить о том, что НЛП не работает, и это доказано в Санкт-Петербурге, в научных институтах, НЛП не работает, все это развод, ложь и так далее, НЛП не работает, это можно почитать у того же Эби Миллера, предположим, да, то есть, проведились исследования на детях, на взрослых и доказано, глазные сигналы доступа ничего не значат, ладно, далее, речь идет о видео на нашем сайте, психология лжи, у меня появился в определенный момент цикл, я его успешно, мне кажется, продолжаю, я его для себя называю социологическим видео, он не связан напрямую с психологией, но связан с определенными жизненными ситуациями и проблемами меня окружающими, не только в плане моей непосредственной жизни, жизнедеятельности, но и в плане политической, социальной, то, что происходит в нашей, и наверное, это неизбежно, в нашей действительности, меня это волнует, тревожит с точки зрения психолога, и эта неизбежность, это вот привела к тому, что вот одно из первых видео, и далее будут появляться еще другие видео, посвященные именно каким-то социальным обстоятельствам, социальным проблемам нашей жизни, российским обстоятельствам, российской жизни прежде всего, за державу обидно в этих видео, вот если заглавить эти все видео, которые в дальнейшем я снимал, то можно вот этими словами, за державу обидно, и с позиции психологии, не экономики, не политики, еще чего-то, а именно с позиции психологии, я пытаюсь оценивать происходящее вокруг меня в мой жизненный период. Далее, опять же, еще третья часть психокоррекции, о которой я уже упоминал, то есть вот первая, вторая, третья часть, цветовой тест Люшера, вот я готов убиться головой об стену, я об этом говорю уже неоднократно в своих видео, высказываюсь на различного рода конференциях, и так далее, этот тест не работает, использовать этот тест нельзя, пользоваться им нельзя, кто пользуется этим тестом, тот мне не брат, не друг, этот тест не работает, он ничего не диагностирует, и можно пользоваться так вот преподавателю в институте девочкам-психологиням, его раздать, чтобы они поразвлекались, вот он для развлечения, или для отдыха специалиста-психолога, одним словом, нельзя использовать этот тест, и видео об этом у меня неоднократно появлялись, социальное видео, посмотрите, очень интересно, методика ассоциативный эксперимент, понятно, речь идет о качественной патопсихологической методике, которую мы с успехом используем, и даже несколько модернизировали, создав сложный ассоциативный эксперимент, который не только оценивает мыслительные процессы человека, но и его, так скажем, личностную составляющую, очень интересно, у нас есть методика, сложный ассоциативный эксперимент, мы ее предоставляем на сайте, простая зрительно-моторная реакция, я уже об этом упоминал, пятая часть по психокоррекции мысль материальна, очень подробно рассказывается о методике пиктограммы, одной из ведущих методик, на мой взгляд, она самая любимая моя методика, мы ее проводим на протяжении всех этих 13, а я еще и больше, еще в свою бытность работы психиатрии провожу эту методику, абсолютно рабочая, абсолютно прогностичная методика, и что она дает в плане психокоррекции, не только диагностики, но и психокоррекции, поздравления с Новым Годом, если не ошибаюсь, по-моему, период 2013-2014, и подарок я дарил своим подписчикам, люди подписались на канал, и я им подарил подарок, в ближайшем будущем вас тоже ждет подарок, уважаемые видео слушатели, опять возвращаюсь тут к теории науральского личностного теста, рассказываю о 96 свойствах личности в этом видео, здесь живое видео показана работа моих коллег, демонстрация работы клинического медицинского психолога по оценке и работы с методикой исключения предметов и ассоциативным экспериментом, рассказываю о глупости, которая творится в интернете, рассказываю о журналах, которые я периодически скачиваю из интернета, просматриваю и подробно изучаю, о журнале вопросы психологии и других каких-то журналах, там их несколько в этом видео. Очень мне нравится операционная система Android, сейчас на ней появляется много интересных программ, она реально облегчает жизнь и работу психолога, на этой операционной системе существует ряд хороших программ, в частности ColorDig и Dictan, это словари, книги, читалки, на которые можно рассчитывать для нетривиальной, какой-то необычной работы психолога, определения, словарь синонимов, словарь антонимов и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень легко и свободно доступно, как сама программа, как сама программа, так и ее словари на нашем сайте, я вам уже это показывал в разделе информация, вот здесь в библиотеке можно скачать эти программы и вот в частности здесь 24 книги, словари, справочники для программы ColorDig, для программы Dictan, я люблю использовать эти словари, как сказал один из великих ученых, у умного человека должно быть не менее 50 словарей дома, ну у меня их несколько раз больше, лещу себя надеждой, что я не глуп, ладно, дальше идем, рассказываю, трудности у людей иногда возникают во время скачивания какой-то информации с нашего сайта и пришлось снять 2 или 3 видео по поводу, ну там все настолько просто, настолько элементарно, повторяться не буду, но как скачать информацию с нашего сайта вы можете узнать в этом видео. Кратко рассказываю о сайте LPFO, изначально он был несколько иным, мы сейчас создали новый сайт, у нас очень простое и понятное название, да, если посмотреть, у нас сайт LPFO PRO, очень легко и просто его найти, кратко, ясно и понятно. Далее, о сайте рассказываю, о стеснительности я не помню, по-моему, я там кому-то отвечал в этом видео, когда люди стеснялись спрашивать, а потом, в общем-то, вот видео помогает людям лучше, принцип наглядности у нас основной, я снимаю видео и это видео позволяет человеку свободно и спокойно понять, ответить себе на его вопросы. Иногда некоторым, прошу прощения, сложно написать письмо. О методиках, предлагаемых LPFO, одно из первых видео, ну, собственно, я вот уже тут повторяюсь, да, о сферах применения продукции LPFO, сфера применения, она очень огромна, вот если мы зайдем на главную страницу нашего сайта, мы увидим сферы применения продукции LPFO, это психиатрические, наркологические диспансеры, предприятия, организации атомной и топливной энергетики, транспортные предприятия, авиационные, железнодорожные, автотранспортные, оборонные предприятия, специальные службы, кадровые агентства, банки, образовательные учреждения и другие организации, вот если мы с вами нажмем на ссылочку отзывы о нашей работе, нет, не туда я зашел, вот коммерческие предложения, которые находятся на нашем сайте, здесь еще раз приведено, значит, таблица, опять же, да, где может быть применена продукция, качественные, бланковые, автоматизированные, аппаратно-программные комплексы, все, все, что имеет ЛПФО, оно представлено на нашем сайте в полном объеме, и то, что мы предлагаем, изложено в этих документах, хотите, атомные предприятия, скачивайте, и понимаете, о чем идет речь для атомщиков, что проводят атомщики, авиационные предприятия, что проводят нефтегазовые предприятия, и так далее, по сути говоря, это две вещи, если совсем говорить просто и упрощать, это мониторинг, да, вот для авиационных предприятий, атомных предприятий и других, мониторинг, раз в год, надо обследовать работников, выявлять группу риска, по различным противопоказаниям, о которых я уже упоминал в этом видео, соответственно, это раз в год мониторинг, и соответственно, это так называемый входной контроль, непосредственно с помощью аппаратно-программного комплекса, который мы предлагаем, называется он АПК-контроль-допуск, можно организовать с легкостью обследование перед выходом на работу, самолеты падают, поезда сходят с рельс, на атомных предприятиях, на каждой атомной станции раз, два, три, ну, в среднем говорят о четырех ЧП происходит, вот вы не знаете об этом, а я знаю, на каждой атомной станции в среднем в год происходит не Чернобыльская катастрофа, а четыре, три, четыре останова, то есть происходит останов реакторов, какие-то работы проводятся, которые связаны с опасными работами, да, и это происходит ежегодно, надо этих людей жестко и четко контролировать, вот он вышел на работу, да, немецкий пилот, и совершил самоубийство, направил самолет к земле, перед этим в интернете оказывается искал способы самоубийства, открытия люков, ну, шизофрения у него по всей видимости, да, то есть я в одном из своих видео об этом говорю, и надо их контролировать, контролировать в плане мониторинга ежегодно с помощью всех вот этих автоматизированных методик, патопсихологических методик, и соответственно контролировать перед работой оценка зрения, давления, пульса, это конечно хорошо, господа, медики, да, но оценивать функциональное состояние, да, допустим, вот, почему, да, вот, человек выходит на работу, что у него случилось, может быть он, я не знаю, с тещей разругался, жена от него ушла, или друг погиб, или там ребенок заболел, или он выпил, или еще что-то, еще что-то, кто это оценивает? Медики со своими фондоскопами, да, они оценивают его состояние психологическое, или скорость его реакции, в силу того, что он там картошку копал, а на следующий день вышел, я утрирую, конечно, понятно, да, ситуации могут быть самые разнообразные, их не сотни, их тысячи, но он может быть уставшим, и он выходит на рабочую смену, садится в самолет, начиная, значит, какие-то процедуры осуществлять, да, а перед этим его не продинкт тестировали, надо брать ПЗМР, СЗМР, ИРДО, и оценивать, каково функциональное состояние, какова концентрация, какова концентрация внимания этого человека, какова его неспецифическая работоспособность, каково его общее функциональное состояние, извините, фонендоскоп, градусник, термометр, функциональное состояние не оценивает, как проходит предсменный контроль у летчиков, что им делают кто оценивает их функциональное состояние у него ребенок может быть там лежит где-то в больнице да и он выходит на рабочую смену и вдруг кому сообщают что ребенок у него умер что он как себя поведет в этой ситуации на эти вопросы может ответить или же мониторинг до общее представление об этом человеке и обязательно предсменный контроль то есть то о чем я говорил если говорить об автоматизированных методиках вот они они у нас также объединены в единую оболочку это простая зрительно-моторная реакция сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект вот эти три методики за пять минут позволяют провести оценку концентрации внимания не специфической работоспособности все три и выдать и функционального состояния и выдать заключение о годности негодности к полету у нас и специальная оболочка помимо значит а и слпф она объединяет эти три методики и за 5-7 минут для летчиков это крайне необходимо не просто зрение не просто давление а именно функциональное состояние со всеми его составляющими психологической физиологической и социальной вот такая вот история такая вот петрушка вернемся к видео о сферах применения продукции лпфо я рассказал можно будет об этом еще раз посмотреть вам о продукции информационный лист у нас то есть он описывает каждую из наших методик ним можно все узнать и прочитать мы приглашаем сотрудничеству специалистов психологов вы можете работать вместе с лпфо и зарабатывать вместе с лпфо у нас есть специальный раздел на сайте вот здесь вот он находится так ниже он находится вот физическим лицам у нас есть вот такой раздел вакансии соответственно это фриланс мы ищем людей которые могут говорить нам что нам делать это наш основной подход это выражено вот в этой самой мысли нет смысла нанимать толковых людей чтобы и указывать что им делать мы нанимаем людей чтобы они говорили что делать нам это правильно фриланс и в этом видео я об этом говорю стимульный материал по счету по крепили ну рассказываю об этой методике замечательная методика на оценку качества внимание консию ее концентрации и распределения здесь очень подробное видео и вы можете его запаузить взять эту таблицу из наших информационных материалов это таблицы перерасчетов как я уже говорил теста равена вернее из теста векслера в равен и из равен векслера обратно быстро и успешно о мышлении рассказываю как опять скачать методики с сайта и какие-то другие информационные материалы показываю живое видео о лаборатории как это выглядит в реальной действительности то есть каково его материально техническое оснащение условия работы как у нас все это устроено как стоят эти компьютеры вдоль стены объединенную локальную сеть стоит компьютер сервер вот там вот он виден даже на этой картинке как установлены аппаратно-программные комплексы и так далее показываю место нашей работы еще раз рассказываю об установке и применении программы диагностик вы уже помните что это депрессия и алекситимия депрессия пожмурового депрессия по беку и тасс торонская алекситимическая шкала рассказываю как работать с этой автоматизированной компьютерной программой рассказываю методики простые аналогии без нее нельзя жить без нее нельзя работать еще раз о методике запоминание 12 предметов приглашаю общаться что-то проблему нас форму были плохо люди стали заходить но вроде сейчас заходят и соответственно задают свои какие-то вопросы далее рассказываю об автоматизированном заключении спектр посмотрите это видео посмотрите как должен работать медицинский психолог или просто психофизиолог на промышленном предприятии в организации авиатранспортном атомном как он должен составлять заключение есть у нас эта программа 57 минут заключение качественное абсолютно точное основанная на цифрах на конкретных данных она готова она готова обзор программы код еще раз об этом видимо вопросы не задавали я заснял видео патопсихологическая методика сложный ассоциативный эксперимент наша собственная разработка позволяет не только оценивать мышление человека его скорость торпидность инертность или же наоборот ускоренность этого самого мышления но и определенные эмоционально волевые личностные характеристики то есть удивительный момент патопсихологическая методика позволяет исследовать и личность опять далее идет патопсихология простые аналогии у нас есть несколько вариантов для украинцев для белорусов и другие варианты немецкие английские мы адаптировали эти методики для различных языков очень интересно все этом в свободном доступе можно посмотреть на нашем сайте в разделе иноязычные методики еще раз проговариваю о патопсихологической диагностики мышление и качество мышления рассказываю о замечательном стопроцентном работающем тесте разница вейга тесте влечение сонди который мы предлагаем абсолютно работающая методика но она такая методика я бы сказал 2 порядка понятно что первый идет это им 5 кт луиска и так далее так далее так далее но от sony методика второго порядка разум сейк пожалуй нет методика основная методика данная методика далее рассказываю словарях которые мы используемся рыбу в своей работе еще раз рассказываю видимо задавали мне какие-то вопросы о тесте сонди это неинтересное видео как я его снимаю рассказываю шизофрении и диагностики этого состояния этого расстройства большой психиатрии на основе методики объяснение сюжетных картин рассказываю об оценке и выявлении эхо лалии и в ассоциативном эксперименте рассказываю о результатах теста у иска обновлении сайта lpfo опять же до рассказываю как мы что продаем и что у нас под паролями на нашем сайте находится рассказываю об автоматизированной методики ммпи у нас их несколько версий и здесь можно узнать какие что версии мы предлагаем и здесь соответственно можно посмотреть как это работает то есть конкретная программа представлена наша компьютерная видео это все продемонстрировано это видео это видео это видео это видео соответственно можно посмотреть как работает автоматизированная методика ммпи производства лаборатории психологического обеспечения обеспечения научно-практического центра акме далее идем Занесение результатов с бланка в MMPI, как я уже говорил. И, соответственно, мы оказываем услуги. Наверное, я рассказал, судя по бегунку, я рассказал примерно об одной трети из всех наших видео. Давайте я сейчас остановлюсь. Слишком много информации. И следующее видео будет посвящено продолжению разговора о наших задачах, целях, о наших методиках и о том, что мы предлагаем своим контрагентам, если речь идет о юридической организации предприятий или же просто физическим лицам, нашим коллегам-психологам-психофизиологам. Давайте я сейчас сохраню это видео, а затем продолжу с этого же самого места.